Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 января и у нас еще даже новогодние праздники вроде как не закончились. Отголоски слышны вечерами, фейерверки, пускают петарды, ребятишки бегают. Но январь это уже тот месяц, когда у огородника начинаются свои заботы, свои хлопоты приятные. Казалось бы, зима в разгаре, еще даже очень далеко до лета. Но январь это тот месяц, когда уже нужно начинать готовиться к новому сезону. Я сейчас расскажу, что обычно я делаю в январе. Я уверена, что это делают почти все огородники, особенно кто занимается много-много лет уже огородом. На весну не нужно ничего откладывать. Весной у нас и так много забот, много хлопот. Все, что нужно сделать в январе, в феврале, нужно делать сейчас. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо всем, кто меня поздравил. Я вот сегодня открыла 450 сообщений на одноклассниках. Все это поздравления, пожелания. Вы понимаете, что лично каждому я ответить не могу. Я просто говорю спасибо и всех поздравляю с наступившим Новым годом. Желаю новых успехов. У кого в том году что-то не получилось, в этом году обязательно получится. У кого все получилось, закрепляем результат. Движемся дальше, добиваемся еще больших таких показателей. Новый год, короче, все. Что мы делаем в январе? Если мы посмотрим, вот есть такие книжки какие-то, как календарь огородника, и там расписано по месяцам, что делать, то на январь обычно почти везде советуют огородникам начинать инвентаризацию. Начинаем инвентаризацию семян. Считаем, все ли у нас есть. Если чего-то нет, то лучше купить. И все это, так как у нас сейчас садовые центры, не знаю как где, но вот у нас садовый центр, он один, там и семена, там и удобрения, всякие средства, то лучше всего составить один список и съездить один раз, купить и семена, и удобрения, и средства, семена, те, которых не хватает. Короче, первое, самое обязательное условие, это инвентаризация семян, потому что сейчас еще можно успеть докупить те семена, которые, ну, возможно, упустили из вида, может быть, у вас не купили какие-то баклажаны или кабачки, или еще что-то, нужно сразу по списку проверить. Потом, инвентаризация не только семян, но инвентаризация вообще всех вот этих средств, которыми мы пользуемся в огороде. Я уже всегда говорила каждый год, и еще раз повторю, что когда мы будем весной выращивать рассаду или высаживать, если вы увидите, например, какие-то тлю или еще какое-то заболевание, вам уже некогда будет ехать в магазин покупать это средство, нужно заготовить все заранее, будет или не будет, но это должно быть у нас всегда. Если вот по этим посредствам, я потом расскажу отдельно, но я сразу скажу, что тут мы все эти средства делим на группы удобрения, потом средства от заболеваний, средства для протравливания семян, средства для стимуляции семян. Короче, все эти вот разные подгруппы вы должны выбрать, каким средством будете пользоваться, внести в этот в общий список и все это купить. Вот у меня, я сейчас в следующем видео покажу, что осталось с прошлого года, тут и от слизней, и шашки, и от муравьев, и все. Хоть я и не использовала, но это должно быть все, вплоть до того, что вот у меня и зеленое мыло, и какие-то витаминки. Я потом расскажу, что в моем ящике осталось. Сейчас иногда некогда, не успеваю применить, но в запасе у меня есть это все. Короче, так, пошли дальше. Инвентаризацию семян проводим, инвентаризацию вот этих всех-всех этих средств проводим, потом проверяем тару. Достаточно ли у нас тары, вся ли у нас она в хорошем состоянии, потому что те, у кого есть теплица, уже к концу месяца нужно тару мыть, наготавливать, набивать землю, это мы будем делать все потом. Но тару нужно проверить, достаточно ли количество лотков. Если вы в стаканчиках будете выращивать, достаточно ли количество стаканчиков, маленьких, больших, контейнерков разных, все, что вам нужно, когда вы посчитаете количество будущих растений, нужно посчитать, хватает ли тары. Потом проверяем землю, есть ли грунт. Если вы заготовили осенью, то его скоро нужно будет размораживать. Если вы не заготовили, то купить грунт нужно тоже заранее, чтобы потом, когда вот подойдет дата посева семян, чтобы не оказалось так, что вот не хватило земли, нужно опять ехать. Почему я призываю вас не ездить много раз в магазин? Я вот, например, на своем опыте расскажу, что у меня садовый магазин ближайший находится в шести остановках от дома. Особенно сейчас, когда плохая погода, когда вот буран у нас занесло снегом, мне минут 20 идти до остановки, потом 6 остановок ехать до того магазина туда, 6 остановок ехать назад, потом еще минут 20. Ну вы понимаете, вот для такого человека, для возрастного огородника, это считай, что полдня я потрачу. И если я сейчас съезжу один раз и потрачу полдня, это для меня будет намного экономически выгоднее, во-первых, проезд 40 рублей, чем каждый раз я буду то за семенами, то за препаратами, то за перчатками. Кстати, да, когда беру препараты, беру перчатки трех видов. Одни резиновые, одни трикотажные, одни более такие толстые, плотные, для уборки там мусора, всякого хвороста. Про перчатки потом тоже буду рассказывать. Перчатки нужны разные для каждого случая жизни. Все это купить в один раз намного выгоднее, и по времени, и по деньгам. Я делаю так уже много-много лет, и я считаю, это самый такой оптимальный вариант, чтобы не ездить туда-сюда, в эти садовые центры, один раз. Все, семена проверили, препараты проверили, тару проверили, грунт проверили. Теперь, когда вы будете составлять список, я даже вот здесь план пометила, чтобы кому-то помочь, кто новенький. Как нужно выбирать, как составлять вот этот список? Например, если вы будете пользоваться удобрениями, вам обязательно нужно будет и фосфоросодержащие, и азотосодержащие, и комплексы. Если у вас грунт неудобренный, вам все это нужно будет. Вот смотрите, я селитроаммиачный, вообще почти никогда не пользуюсь, используюсь редко, но она всегда у меня лежит, потому что в прошлом году, кто видел у меня на грядке ленивки, когда замерз демидов, когда было минус 7, минус 8, вот вообще весь замерз. Если бы у меня не было аммиачной селитры, или этой, можно еще карбамид, мочевина, или мочевины, они бы у меня, возможно, вовремя не отросли. Это удобрение поможет вам при подмерзании. Поливают и тюльпаны, и различные цветки после подморозки, вот после этой, чтобы быстрее нарастилась зеленая масса. Так что, если вы даже не сторонник удобрений, вот таких вот, все равно в запасе все должно быть. Хоть когда-нибудь, хоть один раз, но оно вам пригодится. У них бесконечный срок хранения пересыпать в пластмассовую бутылку, в молочную, и пусть стоит. Потом суперфосфат. Если вы осенью не вносили суперфосфат, и если у вас почва не идеальная, то суперфосфат тоже нужно брать. Потом вот эти нитрофоски, амофоски. Вы просто сядьте, подумайте, какое удобрение вы будете применять, что вам для вашего грунта, для вашего огорода нужно, и внесите в список. Удобрение это раз, потом про средства начинаем. Если будете протравливать семена, средство для протравливания одно. Если будете стимулировать семена, средство для стимуляции и другое. Я семена иногда и не стимулирую, но эпин, вот например, который всегда применяется для стимуляции семян, я беру каждый год по 20 упаковок. Сейчас объясню почему. В прошлом году, кто видел, как у меня рассада подмерзла, вот в этой теплице, в придомовой, когда отключилась электро... вот эта тепловая пушка, и минус 8 было за бортом, они вот так как бы сварились. Я опрыскивала их эпином, и все так делают. Опять же, после заморозков, для восстановления, для снятия стресса, пользуемся теми же препаратами, которыми для стимуляции семян. Даже если вы семена не собираетесь стимулировать, они вам пригодятся потом, после высадки в грунт, потом, для борьбы с вредителями и с болезнями. Если у вас была белокрылка, вот у меня в прошлом году была белокрылка, и я почему-то думаю, что в этом году, весной, она все-таки где-то останется и возможно появится. Поэтому я не буду ждать, когда я увижу первую белокрылку и побегу искать средства. Я уже заранее сейчас выпишу через интернет опять средства, вот это Тепеки наберу. Липучки можно потом взять, но средства, чтобы было всегда под рукой, и куплю обязательно Актору, потому что в прошлом году у меня началось вот с этого сперчика, и если бы я в фазе рассады пролила все-все стаканы, но у меня очень много их, конечно, было, я упустила. Ну, короче, если у вас была белокрылка, предполагайте уже, что, возможно, у вас будет, и лучше на готове держать уже сразу, как только первую осы взрослую увидите, сразу обрабатывать. Потом слизни. В прошлом году на меня же напали слизни, я все это показывала, огромное количество слизней. Монгольских карликов жрали прям вообще, вот такими, как будто у них зубы есть. Вот слизни. В прошлом году я слизниед покупала, но мне почему-то люди написали, что он очень токсичен, что его лучше не применять. Зрительница вот из Германии увидела мою такую беду и выслала мне вот такое вот средство, очень хорошее, от слизней. Правда, ни одного русского слова на нем нет. Надо еще перевести, как пользоваться. Ну, какие-то гранулы от слизней. Обязательно, если у вас есть слизни, позаботьтесь заранее. Если есть муравьи, тоже позаботьтесь заранее. У меня вот в этой коробочке есть вот этот воин-то от муравьев. Очень хорошо помогло. Пробовала корицей, тоже хорошо помогает. Борной кислотой делают растворы. Короче, выберите способ самый эффективный. Потом, от болезней. Если в прошлом году у вас было заболевание фитофтора, или если у вас она частенько в вашей местности, в вашем регионе бывает, обязательно нужно заранее купить, не дожидаясь, когда вы увидите потом первые признаки, купить хом или купить, ну, выберите, что вам более приемлемо. Там, ордан, бордосскую смесь. Даже медный купорос может пригодиться. Вот у меня медный купорос всегда в запасе лежит. Я не пользуюсь им. Я им уже сейчас землю не протравливаю, семена не протравливаю, потому что у меня фитофтора редкое явление. Но в прошлом году, кто смотрел мои видео, наверное, видели, что один раз в год я медным купоросом воспользовалась. Когда у меня одно растение в теплице, всего одно, на стебле такие черные полосы начали появляться. То ли это стеблевой рак или что-то, но это, короче, все равно какое-то инфекционное грибное заболевание. Я вот его опрыскивала медным купоросом и поливала под корень. И я его вылечила. Оно не... Ну, стало расти дальше, оно не заболело, не погибло. И что самое главное, эта болезнь не распространилась дальше. Так что медный купорос я тоже всегда держу в запасе. Потом, так, про болезни. А, и вот эти средства, например, если вы практикуете опрыскивание бутоном для большей завязи, если у вас, например, погода такая, не очень благоприятная для хорошего завязывания, или если в теплице у вас отсыпается бутон, всякие борная кислота, различные янтарная кислота, все это подумайте, нужно вам будет в этом году или нет. Список напишите, список будет такой большеват, большенький. Но зато вы все купите за один раз, вы все приготовите, и вы будете смело ждать начала посевной. Ну, все. Это вот о том, что делать в январе. Конечно, в январе много дел. По-прежнему кто-то закидывает снег в теплице. Я вот уже говорила, закидывать или нет. У нас и так снегом завалило, у нас вся эта снеговая вода и так войдет в теплицу. Мы не закидываем, нам хотя бы от разрушений предохранить свои теплицы. Кто занимается чем? Ну, вот инвентаризация. А, забыла. Когда будете делать инвентаризацию семян, нужно еще провести проверку на всхожесть старых, или, ну, таких подозрительных семян. Вот бывает, что нашли, некоторые пишут, нашли семена, они прилежали 10 лет. Вот я нашла сейчас семена, видите, какие, упаковочка уже такая старая, замызганная, но томаты хорошие, я хочу проверить их на всхожесть, и, возможно, тоже их посею нынче буду выращивать. Если у вас свои семена, залежи какие-то, вы сомневаетесь, что они то ли хорошие, то ли нет, то лучше проверить их на всхожесть. Вот эти семена буду проверять на всхожесть. Я покажу еще раз, как мы процентную всхожесть определяем. Это все очень просто. Все, до свидания. Январь. Начинаем готовиться к посевной. Пока еще только... Еще один важный нюанс. В январе мы рисуем схемы посадок. Тот, кто еще не нарисовал, то в январе обязательно, если у вас теплица, вам нужно подумать, сколько вы будете вмещать, какие сорта близко, или на больших расстояниях. Я все опять начну подробно рассказывать, потому что я в прошлом году не очень подробно рассказывала, в позапрошлом году я все до сантиметра показывала, схемы рассказывала. Если честно, я свои еще не чертила. Буду вот чертить на следующей неделе. И вот январь, это тот самый месяц, когда тихо, спокойно, но не торопясь, мы начинаем готовиться к сезону. Все раскладываем по полочкам, проверяем свои запасы, рисуем схемы и ждем большого урожая. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok